Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 32 выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня я планирую продолжить выполнение квестов на локации «Берег». Будем пробовать закрывать каратель, часть 4, и попутно есть серия квестов «Миротворца. Мокрое дело». Их несколько частей, и они также выполняются на берегу. Всех с наступившими и наступающими праздниками, отличного настроя и вкусных майских шашлыков! Сепаратист Александр Ярый Антон Зи Эш Анте Блокеукас Страйдер Большое спасибо за щедрость. К сожалению, не получилось достичь цели в 416 тьюториалов в Raid Shadow Legends прошли только 189. Всем тем, кто поддержал, я отдельно благодарен, и несмотря на то, что не достигли цели, давайте всё-таки разыграем хотя бы один доступ в Tarkov или апгрейд текущей версии. Требования те же. Чтобы принять участие в розыгрыше, оставляйте комментарий под этим выпуском с ссылкой на ваш ВК или Дискорд. Обязательно оставьте личку открытый и Дискорд указывайте с учётом реестра. Выберу победителя в течение суток после публикации этого выпуска, и результат сообщу уже в следующем эпизоде. Ещё раз спасибо тем, кто поддержал. Этот розыгрыш мы можем себе позволить только благодаря вам. Ну всё, я погнал на побережье. Всем приятного просмотра. Обязательно перед рейдами ставим воздушный фильтр и собираем урожай, типа биткоина, страховки, ящик диких и прочие прелести. Пушки забираются руками, парни. Каратель, часть 4, я сегодня буду пытаться сделать, не знаю получится или нет, потому что я не совсем в пвпшное время буду играть. Возьму с собой Мосинку, если вдруг под руку попадётся кто-нибудь по тарковскому стрелку. Мокрое дело, часть 3. Найти автомобиль Артёма, это будет разведывательный такой рейд. Будем искать тачку его. Берег, всё страхуем. И всё, поехали. Можно начинать. С Богом. Для инфо, так сказать, я сегодня снова буду отыгрывать на сервере Москва. Только один сервер я выбрал, это с минимальным временем поиска, максимально, так сказать, активный, скорее всего, сервер. Сейчас 7 утра, по Москве это 4 вообще утра, так что даже не знаю, что из этого получится. Но найдём, чем себя занять там на локации. Квестов хватает, слава богу. Все спауны ближайшие пустые. Ага, дикие есть. Да подожди ты чего, нифига себе. Дикие мне не нужны. С диких мне сейчас задирать нечего. Лутать неинтересно. Посмотрим, оглядимся. Но по первым впечатлениям, скорее всего, время как раз-таки, когда народ весь спит. И рейды довольно спокойные будут. Я в любом случае ничего тут не проиграю, потому что у меня есть мокрое дело. Это целая ветка квестов серии. Там их 5, по-моему, частей. Или 6. Так, навскидку. Так что, если рейды спокойные, то можно будет делать и квесты с тасканием этих всяких... Где он тут? Тайник же. Вот, под этим кустом. С тасканием всяких предметов, типа... Либо обнаружением. Типа вот как сейчас автомобиль Артёма нужно будет найти. Автомобиль этот находится на береговой линии практически. На дороге, которая идёт вдоль берега. Так что, как раз всю локацию пробегу. Послушаю, чё к чему. Если будет тихо, то спокойно буду делать тогда квесты мокрое дело. Чё, я люблю спокойные тихие рейды. Правда, народ потом бомбит. Чё, чего на нету всё такое? Да. Вот такой вот я. Неправильный. На Норвенский будем заходить? Я бы зашёл. Мне бы льва уже найти. Хотя бы два целых льва надо. Целую вазу надо. Целый чайник надо. Плюс там можно будет на Норвенском встретить кого-нибудь, пересечься, так сказать, да? С кем-нибудь чувака. Так что смысл заглянуть на Норвенский, я думаю, всё же есть. Если и не убьём никого, может подлутаемся, а может подохнем. Как раз подходящее время, чтобы сейчас ребята с той стороны, со стороны тоннеля, которые спаунились, если вдруг здесь будут лазить вон там на скале. Вот я любитель посмотреть эту территорию. Я бы оттуда шёл, я бы там на скале сидел. Да вроде тихо. Чё-то даже диких не видно. Интересно, даже здесь нет тишина. Может кто-то отработал уже тут всех? Либо никого нет, либо прячешься хорошо. Либо я слюбой. Вариантов много, так что. Первые рейды, они всегда такие, когда вот не играешь там в денёк, другой, потом раз в рейд загружаешься и ходишь всякого шороха. Дёргаешься. Боишься. До тех пор, пока не сдохнешь. А как сдох, всё не страшно уже. Самое страшное произошло. Ты сдох. Тогда уже и поспокойней. Нету никого здесь. Никого и ничего. Ну, будем посмотреть тогда эти самые сейфы. Взял с собой ключи ещё и от коттеджей. Так что если... Да скорее всего я тут и не набью ничем рюкзак. Тут набивать-то его нечем. Просто по тайникам лазить тоже чё-то такой вариант. Посмотреть буду чисто сейфы. Здесь два сейфа, на коттеджах два сейфа. Плюс мне ещё и по пути же. И на тоннеле выход. 39,5 килограмм у меня. А оно у меня... Ещё и Мосина, ещё и... Ксюха заряженная на БПшках. Казанчик. Сейчас, наверное... Такой быстрый вообще кач, когда если, допустим, сейчас вайпнуться, сбросить прогресс персонажа своего, и с нуля это всё начинать... Качать вот этот поиск предметов, всё это... Или покупка их... Всё стало по адекватным ценам. Никто не бежит и не грызётся за эти картотеки. Поначалу, после первого... Первые дни вайпа-то вообще капец, что происходит. Все понимают, что в картотеках вот этот весь хлам лежит, который нужен и по квестам, и по убежищам. Там со скалы, смотри, удобненько просматривать. Хотя нет, там чё там... Толком-то ничего не видно. Папан. Дальше чё? Чё там тут повид? Сейфы пустые. Тут ещё вдоль дороги пару тайников можно нарыть. Дай машину вон отсюда видно. Короче, давай эту машину, наверное, посмотрим. А потом в коттедже. И на заправке даже тишина. Никто не стреляет, ничего не кошмарит, никого никто. Я вообще в Тарков зашёл? А, нет, это я другую полицейскую машину видел. Устал, капец устал. Надо бронежилет какой-нибудь посмотреть полегче. Рядут он 13 или 14 килограмм там весит. По крайней мере, пока таскаю по две пушки. О, на дороге стоит автобус. А тут где-то должен быть слив. Дальше, да? А, да, вот он, под вывеской. И за сливом есть тайничелло. О, циклон. О, вот это вот я лучше выкину. Вот это вот. Вот это вот это. Дикий на острове, Сидори. Давай для опыта жахнем. Парамазал. Есть кабанчик. Если бы я шёл чисто за тем, чтобы сделать квест автомобиля Артёма найти, вот он. Всё. Этот Хюнде, это и есть тачка Артёма. А то можно было бы прямиком сейчас вдоль дороги побежать. Закрыть квест. Вообще, спидраны по квестам. Есть такие люди, которые спидранят вообще потяжёлые. Они делают квесты. Все. И забирают капу. Буквально за считанные дни после вайпа. Как они это делают, я понятия не знаю. Умеют? Маги эти, говорит. Но такой геймплей мне не особо нравится. Спидранить. Да, больше атмосфера положено. А, с таким перегрузом-перевесом я далеко не уйду, походу, да? Может быть, тогда рюкзачок куда-нибудь под кустик насрая. Да, это весна. Можно будет, наверное, даже и Мосинку сюда же под кустик скинуть, да? Так как у меня разгруз с большим квадратом на четыре ячейки. Кармашком. Если что, я вазу цепануть смогу, если найду друг. Скажу, посмотрю, чисто эти. Ах, как фамилия. Сейфы. А вдруг повезет. Найти сможет эти львы только тот, кто ищет их. А так, если ходить туда-сюда. Сейчас этого не получится. Даже если лев попадется, я думаю, с Эпсилом там ключи. Ну ладно, за этим. За мешком сгонять, это не вопрос. Главное, чтобы он был. А там вгрызаться буду не на жизнь, а на смерть за этот лев. За этого льва. Точнее. Закрыто. Хорошо. Санитара не видать, не слыхать, да? Ключик отсутствует. От коттеджа. Так, чего тут у нас, показывайте. Это хорошо, что он не лутан. Есть. Благодаря тому, что еще и тихий довольно рейд попал. Я вообще ни одного выстрела даже не слышал. Есть шанс. Может быть, во втором коттедже еще поискать. Сейчас мы все это дело сделаем. И все это дело сделаем. В темном-темном берегу. Есть темный-темный коттедж. В этом закрытом темном коттедже есть темный-темный сейф. В закрытом темном сейфе. Есть деньги, деньги, деньги. Окей. Ну, никто мне не гарантировал, что здесь что-то будет, так что... Нормально. Быстренько посмотрю второй коттедж. Там еще... На этом... Возле рюкзака тайничок есть. Можно будет еще и в деревню нижнюю спуститься. Тайники пошлепать. Ну и ладно. Ты в мать твою. Нифига. Санитар. Блин, чуть не обделался. Сидят, вообще сидят до последнего. Засаду устроили. Блин. Но это плохо то, что они по углам, по кустам рассосались-то. Налево что ли ушли? Слабенько киданул. Ну, надо было подальше, чтобы... Туда... Так, есть план. Б. А лучше слушай, давай-ка я Мосинку цепану. У меня же Мосина там. Вот сейчас мы и пообщаемся с вами, пацаны. Мне бы хорошечно сейчас было бы прорядить. Если всех не забрать, то хотя бы парочку забрать с Мосина. Сыкотно мне туда заходить, однако... Сыкотно мне туда заходить, однако... Я же один, а их там трое. И постоянно менять приходится. Позицию? Позицию? Не вижу я их нифига здесь. Я не увижу, походу. Блин, тяжелая Мосинка или руки слабые? Хе-хе-хе. Что-то не то. Где-нибудь, блин, на горку, на сопку, вон... Вон на ту, например, да? Как бы мне вас выцепить-то, а? Прям хороший сейчас шанс... А, вот они, вот они, вот они. Ладно, надо менять позицию здесь. Такое себе лазить. Приходится постоянно менять позицию. Хотя бы ради того, чтобы они заагренные же. Блин, он направо уже ускакал. Ничего такое, я не вовремя пришел сюда. Они же заагренные, все, надо с другой стороны нежданно вылазить на них. Вот тут мне в спину как придут-придут. Тоже не очень позиция. Ух ты, блин, здесь еще и беседку, смотри, видно с этого камня. Надеюсь, никто не припрется. Можно лечь? О, можно, смотри. А, и солнышко спряталось за облако. Ну подсвети. Ну подсвети. Спасибо. Какой себе обзор, блин. Не могу я, когда у меня спина вот так открыта, сложно мне сложно. Там еще и такая тропинка довольно популярная. Если ничего выкаток, челобот обязательно оттуда подвалит. Ух ты, мать твою, я думал. А их двое, смотри. Я, значит, того... А, нет, он, по-моему, внизу прошел. Так. Отсюда я вас... Не выцелю. Вот им где... Ой, как мне туда теперь? Самый классный вариант, конечно, когда тут с напарником. Чтоб один, допустим, отсюда держал позицию. Откуда-нибудь открытую там пятачок какой-нибудь простреливал. А второй просто либо гнал их, либо шухера просто наводил. Чтоб они метались туда-сюда. И тогда вообще подловить... Кайф. Куда спрятались? Здрасте, Настя. Ну вот, я и говорю, там на камне сидеть. Тоже Челобот, скорее всего, подгрузился. Уért. У Atéааааа. Ага. посидеть подождать засаде ничего так время не резиновая время ограничено что-то я понять не могу а куда они делись то ничего уже ушли оттуда что ли с квадрата с этого или как вообще вон там внизу где тайник они вон там прям в углу могут сидеть и они там сидели однажды меня встречали там это такое вообще был неждан надо бы проверить этот угол либо не в кустах прям в глухую сидят там но я не вижу их либо я не понимаю вообще куда они делись а И не приляжешь же, не видно ничего будет Руки устают постоянно в прицеле торчать Аккуратничать здесь надо Излишняя она здесь точно не будет Мастера засады, а? Не видно Не видно, не слышно, как будто и нет никого Тут я уже открываю сильно прям А так-то ничего, кустик Даже гараж отсюда видно Только машина не прогрузилась Перед гаражом, который стоит пикап 18 минут у меня осталось Здарова Есть Бляха-муха Но это попадание было По мне тоже пролетело Офигеть Че вы творите, парни? О-о-о, так у меня и таблетку сейчас принимать Такой себе вариант Вон он сидит Рука выбита Дрожит рука Падай, гад Да ладно, не поверю Это он чем-то уже долбанулся, видать, да? Чем-то Животворящим У меня не останется тогда времени Лутать их Надо либо Валить отсюда Выходить сдавать квест Ну блин, хочется санитара подстрелить Тоже шанс такой Не хочется упускать Не каждый рейд такой спокойный получает Да пофиг, че мне Че я потеряю-то Машина эта все равно посреди дороги стоит Я этот квест, чтобы выполнить Тройное сальто не делал Блин, какие они Живучие Вот он Ну это сто процентов Эй, не умер Ну попал От витца у него отвертится Оба коцаны, в общем, я предполагаю Хотя если они под чем-то, сейчас они быстренько отхилятся, да? Штурмуем РПК к бою Главное, чтобы На прицел прям не выйти А че, куда мне? У меня ни энергии, ни гидрации, ни времени О, он дышит тут Какой крепкий Ядреный корень Он еще и В голову выстрел выдержал Целачу, куда мы? Опять? Магазин вышел из рейда раньше меня Ну капец Хорошо хоть один Санитар остался И по нему я тоже попадал Где-то тут он орал Ага А, это труп Где-то тут он, я слышу его Коллеги, я на процедуры Какие процедуры? Хе-хе-хе-хе-хе Получилось Процедура окончена Коллеги я на процедуры, говорят Нифига ты Винторез Ох, он мне бы дал копоть И так дал бы Это мне повезло, что я попал Все-таки Мосенька отработала на 5 с плюсом Я завалил санитара Мать твою У меня энергия, это ноль Хорошо, что я возле выхода, да? Я думаю, успею отойти Надеюсь, не подохну Я тогда сейфа не буду смотреть Будет забавно, если Подохну возле сейфа От голода О, смотри, как вес сразу сократился По ходу кжель Полегче, да, чем Редук мой Тяжеленькой Это вот тоже посмотрим Я не знаю, у них спавнится что-нибудь Съедобное Вообще У Свиты Санитара Или нет Ну просто так пройти И не лутануть Вверх вот у него целый Забрать Все, у меня поплохело У меня и У меня и энергия И гидрация Все на нуле И а че я ее нафигу на мне Давай я тогда магазин И глушил И возьму с фонариком Вся любовь Странно Отображается Как будто все модули на ней Окей Да и тритон Можно забрать Вот так вот Вот так Это сюда Это сюда Вот и все Все Съедем Отлично Ну теперь бы добраться до выхода Медицина есть, если что Это не проблема Выход у меня тоже Недалеко Тут близко совсем тоннель И причем Без бронежилета же Что первый Что второй Жиль только на одном была А патрон Неплохо так держит Есть минут Хватит мне За глаза хватит Даже пешочком Так не спеша Доковырять Я свой мешок найду У меня Луд Кое-какое Интересный Есть Забрать Головешку Подлечить Где аптека Вот аптека Доковырять Доковырять Вместо набора МП5 Пойдет Можно СНБ Скинуть У меня дома Куча СНБ Патрона Все, до дома Рукой подать Доковырять Как же быстро Как же быстро Здоровье Доковырять Можно даже таблетку Можно даже таблетку Принять Размытие этого мыла Не было По углам О, четко все Пойду домой Пойду домой Прицел С винторезой Циклон Он-то уже 100 тысяч О, дикий Интересный Стишок Все, я на выходе Что интересного есть? Нету ничего Такой оси Все, домой Пиздец Как пить охота Хороший получился Рейдище Я бы сказал Больше 11 тысяч Опыта Получилось убить Санитара Его свиту Залутать их Сделать квест Выйти с локации Классный рейд Закрываем путь Охотника Садист Давно я охотился За тобой Мокрое дело Часть третья Автомобиль Артема Тоже нашли Тоже можем закрывать Мокрое дело Часть четвертая Найти список Проживающих В санатории Тоже будем идти На берег А все Я вспомнил Это мне надо В административную В административный корпус Коллеги Часть третья Провален квест Он не нужен Для капы Но так для инфо Чтоб было понимание Куда делся квест Коллеги Часть третья Он провален Потому что я Не выполнил Основного условия Я убил санитара Возьму с собой Винторез Трофейн И я немножко Его довел до ума Хочу показать И вообще Забываю Частенько показывать Что я тут собираю Очень просто Вообще в сборке Я просто Ласточкин Этот лес Поставил Прицел На ствол Там крепление И фонарик К нему присобачил И все Мосинки Обычно я собираю На ложе Монте-Карло На 514 мм Ствол Он более эргономичный Плюс Глушитель Я ставлю Не брамет А ставлю Переходник И на него Ставлю Глушитель ДТКП Вот такая Мосинка Мне больше нравится Берег 727 Даже вечером Можно Страхуем И пошли В Лазурный Скорее всего Просто сейчас Раннее время И народ Еще спит Поэтому я могу Позволить себе Сделать ветку Квестов Мокрое дело Мне постоянно Придется бегать Туда в Лазурный В санаторий На берегу Там да Я мог бы Сделать там Возможно Квест Для прапорщика С убийством ЧВК Но пока Такой возможности Нет Поэтому Я буду Просто бегать И делать Для миротворца Квесты Теннель О У меня Хороший Спаун Слушай Или О нет Это не хороший Спаун Я думал Я сзади Я думал Как раз Напротив Административки Заспаунился Оказывается Нет Ладно Виндюк Тоже думал Что купается Пока вода Не закипела Пусто Интересный Такой Спаун У меня Для снайпера О Нифига Память Эй Слушай Я же смогу Теперь себе В библиотеку Поставить У меня же память Это теперь В игре Лучше Чем в жизни Восьмого Качнулась Здраво Здраво Будет бы Бля У тебя Кого У меня Теперь В убежище По-моему Тут можно залезть По скалам Я уже залазил Правда Не припоминаю Здесь или Чуть дальше А нет Все здесь Я помню Это Все 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 Можно Можно залезть Сократить путь Чисто Чтоб не Бегать Там через центр Лазить Палево Какое-то Создавать Мне же Надо в административку Для опыта Зацепим Что-нибудь Ага Сейчас Зазывает О 310 Нифига Ну а Ману Тут Ключи Раздают В куртках Это Открывается Дверь Да Дикий Так Чурка Что-то Обычно Дикий Так Ну так как У меня есть Ключ от Кабинета Санитара И так как Там Дикий Лазит Значит Чувака Там нет Можно Посмотреть И возможно И не было Что скажешь Где-то там Ну что Попадок вам тут Всем Залетные Есть Винторез Открыл Свой Счет Одного Подстреляли У автор Москоп Автальмоз Не знаю Вон там стоит Что-нибудь Нет без галки Если его В подсумке Унести Попробую Сохранить Галку Пробую Выжить Вроде бы Как бы Это не случайность И на самом Деле Все спят На сервере Народу Не так Много Вот Народ У меня Частенько В комментариях Спрашивает Где ты Такие сервера Находишь Глухие Что Просто Ходишь Как у себя Дома Да не столько От сервера Зависит Сколько От времени Какое Ты играешь И какое Время Для этого Сервера Сейчас С моим Часовым Поясом Плюс Три К московскому Времени В 7 утра Сесть За Московский Сервер В Будние Дни А Всем По моему Времени В 4 По Московскому Конечно Не так Много Вообще Надо Вот эти Вот Каратели Шмаратели Все Связанные С ЧВК Делать Квесты На Выходные Ближе К выходным Или вечером Вот Тогда Народу Хоть Тогда Народу Как Собак Нерезанных А Вумбашка Мамана Блин На Первый А Еще Кто-то Есть По Первому Впечатлению Показалось Что Это Чехол На Шлеме Как Раз Который Свита Носит Санитаровская Думал Опять Санитар Так Административка Правая Часть Правый Кабинет Стол И на углу Стола Лежит Флешка Мокрое Дело Часть Четвертая Ключика От сейфа У меня Нема Посмотреть Этот сейф Не могу Флешка Со Списком Постояльцев Надо Ее Вынести На улице Уже Темнеет Пойму Где он Наверху Или внизу По-моему Внизу Шоркал Да Нафиг Не буду Я лутать Тут Ничего Ага Справа Где-то Он на кухне Видимо Фомочку Можно Продать Сколько она За десятка Наверное Егерь Любитель Таких Инструментов 43 Килограмма О Харизма Улучшена Что-то Где За кассой Что-ли Точно Не знаю Харизма Харизма Качается Или нет Когда вы Крикиваешь Что-то Там Но Судя По тому Что я Оружие Снимаю Может быть Харизма Качается Когда Именно Пушки Забираешь Перекладываешь Не 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 Просто Какой-то Лот А Именно Когда Сайгу Перетащил Прямо Вжух Наверное Имеет Смысл Все-таки Тусовать Туда-сюда Да Но Это Уже Тоже Такое Себе Получается Да Ладно Сама Вкачается Харизма Это Харизма Молочка Чуть Попозже Дадим Гидрация До Семидесяти Снизится Все Разобрался С местными Было бы Хорошо Если бы Работал Проход Между Скал Выход Надо Тогда Посмотреть Сначала Его В первую Очередь Если Он Работает То Вообще Будет Классно Я Сейчас Выду И Сразу Еще Успею Заходить Еще Один Рейд Сделать Только Теперь Вечером Не Пойду Хотя Уже Темно Так Так Не Пойду Вой Какая Красотища Если Не Сработает Проход Через Скалы То Пойду Через Тоннель Есть А если Пойду Через Тоннель О Работает Выход Хотел сказать Если Пойду Через Тоннель То В Коттедж Заглянув Сейф Тут Можно Выльти Сейчас Хоп И Лев Понятно Ну Можно Хлам Всякий Уже Кидать Так Снайпер Обычно В одного Тут Не Появляется Где То У него Тут Кореш Должен Быть Кореш Походу Где-то Засел И Сидит Раз Услышал Что Стрельба Блин Ну Это Же Это Же Привью Пацаны Это Же Привью Бам Так А где Мой Дым Блин Там Дикий Вылез Я дым перепутал с этим самым Там вода плещется и эти всплески Я перепутал с дымом Бывает такое, что издалека смотришь, а дым как бы есть, но он не зеленый И непонятно Подходишь ближе, он подсвечивается зеленым А теперь я не разгляжу, где он, да? Мать твою, ты чего творишь? Что-то со стула не выпрыгнул Это он с горностая отдает Жару Теперь ты мне не дашь высунуться даже, да? Понял Оу Как это ты так быстро-то? Ладно, давай нахрапом Он не выпустит меня отсюда Все, перезарядка? Надеюсь Куда делся? А вот он Ух, винторез-то какой, а Винторез-то какой дерзкий Ну тогда через тоннель? Что ли? Не хотел я по темнякам лазить, если честно Я, блин, пропустил момент, что Стемнеет быстро Попадем в тоннель тогда Тут еще такая недобрая стоит машинка Тут тоже точка Появления диких Как раз у меня на пути Тоже, смотри, превью Бахнуть можно А, нет, тут все, сейчас Не видно ничего будет Капец Да твою мать Нифига он за дерево Заныкался-то Скоро срать Где попало, начну Субтитры сделал DimaTorzok Не видно, не слышно А в прошлый раз тоже Да каждый раз, в принципе, так Если издалека не увидишь Или вовремя не услышишь, то В полном Данном они Вытряхиваются Как я не люблю слышать Выстрелы снайперской винтовки В районе выхода Да еще и на берегу Да еще и на выходе Тоннель, где на скалах Кемперить могут Я думаю, что это дикие там Шалят Что там ЧВК делать в такое время Если только дикого Какого-нибудь На выходе Подбить Но я не буду тогда спешить Идти на выход Я тогда посмотрю Второй коттедж В прошлый раз Мне так и не удалось Его посмотреть Санитар не пустил Санитар-то пустело Точнее, у меня уже Там не гидрация И ничего не было Опачки Блин, я походу Опять приехал К свите Не совсем понятно Где он Ну и ладно В окно Как даст мне Ага, я понял Где он Я должен убедиться Что это Санитаровский Это или Обычный Утро выпил Весь день свободен Обычный Фух Нет, значит Нет тут свиты Сейчас бы уже Кипиш точно Поднялся бы Ну и хорошо Что там у тебя По патронам Чем богаты Восьмерки Спасибо, не надо Что ты Я не посмотрел Давай посмотрим Красота Да, да и только Сверчки поют Звезды на небе Тут никто не лутался Ничего Тут никого не происходило Никуда Ничего Интересно Кто же стрелял Все-таки На выходе Может быть Это просто Бот шмалял Какой-нибудь Бывает иногда Такое Что боты Сами по себе Стреляют Какой-нибудь Заглючит И начинает Шмалять Но если бы он Шмалял Он бы до сих пор Наверное Шмалял Значит Все Этот вариант Отпадает Не везет Бронни на Антик Поряд Фиг его знает Эти патроны Они вообще стоят Что-нибудь Нет Есть смысл Держать Или нет Ладно Пойдем Хутор Нижний Посмотрим Тут же еще И тайнички Есть Помимо всего Прочего И не Один Или два А целых Пять Фильтров Нет Топлива Нет Хотя вроде Двери Не открыты Вроде как И не лазил Никто Здесь Сожрать Ночной Дожор А у меня Сушняк Он есть У Санаторий 216 Прикольно В куртках Прям богато Ключей На этом На берегу Или так Удачно Попался Просто Так Смотри У нас тут Есть Пять Тельников Все Их Я уже По 200 Раз Показывал Вы должны Все знать Где Чего Тут еще Где-то Гараж А вот Напротив Девятки Битый Будем Будем Пользоваться Тихими Рейдами Будем Выносить Добро Будем Делать Квесты Которые В опасных Довольно На местах На местах Не все Че еще Надо Для счастья Арафат Арафатка Можно надеть Хотя Подожди Мне если вдруг Я ЧВК Встречу У меня же Балаклаве Надо быть Конечно Вряд ли Я его Встречу Но если Вдруг Встречу И вот Убью И в этот Момент Окажется Что На мне Арафатка Я ее Снял Балаклаву Снял У меня Ввиду Это будет Неприятный Момент Так Один На мусорке Тайник Здравствуйте Медицина АП По 9 По 4 Патрона Давай Пачку Сразу Что это Две Зубные Пасты Для верхней Нижней Челюсти А тут Оружейный Ящик Где-то Должен Быть Вот он Красавец Он Как этот Датчик Подобного Рода Ящики А не Как Датчики Если Открыт Значит Что-то Был Открыт 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 Забираться Открыт Не Скоро Скоро Мы все Это Дело Уже Подкопим Можно Будет Даже Как-нибудь Наверное Попробовать Сделать Выпуск Чисто Задитого Хотя Там То же Самое Будет Я по тем же Какие-нибудь Конкретные Места С Дорогим Лутом Да Тут Все Раскрыто Настеж Вот Здесь И Стреляли Примерно С Ремингтона И Скорее Всего Здесь Тоже Да Лутали А нет Куртки Смотри Не тронули 204 О Неплохой Ключ 204 Открывает Комнату На таможке Трехэтажке В этой комнате Сейф Есть Жалко Что Каратель Привязан Пока Конкретные Локации Так Таможен Было Быть И Пойти На Таможен И Там Лучше Я По Сейфам Полазил Там То Сейф Поболее Будет Там В одних Общагах Только Штук Пять Плюс Меченка Еще Уж Где-где На таможне То народу Тьма Всегда Там Таких Тихих Рейдов Вряд Ли Будет Все Нету Здесь Диких Нету Никого Я Похоже Что Без проблем Выйду Отлично Еще Один Рейд Еще Один Квест Закрою Пять Тысяч 7 Диких Где-то Настрелял Фиг его знает Где нашел Столько Много Ну я Сегодня 41 Даже Апнуть Смогу Мокрое дело Часть 4 Можем Закрывать Список С флешкой Передаем Мокрое дело Часть 5 Найти данные О работе Артема Жил 328 номер А это Восточка Там Жесткий диск Нужно Нужно Будет Забрать Понял Опять В лазурный Надо Педалить За 50 Тысяч Евро Он Говорит Мы Тебе Сделаем Снайперские Винтовки Навык На 3 Уровня Больше А я Помню Какой-то Квест Был Где Надо Было Качать Как раз Снайперские Винтовки Этот Навык Я Этот Сделал Квест Или Нет Ладно Пока Мне В принципе Есть Куда Деньги Тратить Так что Я Пусть До лучших Времен Висит Этот Квест Покупаю Ключ 328 Полтишок Всего Он Стоит Забираю С собой Схожу Сразу В санаторий Пока Тихие Рейды Спокойно Можно Сходить Забрать Предметы Так что Берег 13 Не Упускаем Возможность Пока Она Есть И Перед Из Песней Докупил Дополнительный Магазин На 20 Патронов Тем Стрельба Бешеная Просто Он Натей 20 30 Патронов В 6 Секунд Вообще Выстреливает Пусть Лучше Будет 3 Запасных Магазина Маленьких Так О Блин И Спавн Вообще Ложовый Спавн С болот Придется Педалить Аж Восточку Ладно Глаза Боятся Руки Делают Снайпера Не наблюдаю Точнее Ноги В данном Случае Делают Еще Выход Теперь Повниматочнее Посмотреть Ну да Вон Водичка Плещется А я Такой Думал О Работает Это Оказывается Не дым Это Вода Просто Ну Плюс Темновас Аж Бычка Вышла Так Может быть Я Быстрее Добежал Куда 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 Надо Ну Ничего И так Сойдет Так 328 Номер Восточного Крыла Мне нужно Будет Внедряться На Третий Этаж И в самый Конец Корпуса Надо Будет Причем А Кто-то Лазит Тут Какие-то Такие Опять Дикие Дикие Хорошо Вы Тут Дикие Тоже Хорошо Или Дикие В этот раз Что тут у нас Аугументин Падет Ну давай Не знаю С какой стороны Чумодан Открыть О Массинисты Подъехали Снайпер На Гэси Он Там Частенько С мосинкой Лазит Чуть-чуть Зажал Вот этот Темп Стрельбы Чуть-чуть Зажал Пол Магазина Выпустил Аугументиновый Рейд Смотри Тут полная Комната Аугументина Еще один Тюбик Валяется Хоп Три Тюбика Почем он же Ну он обычно 1030 стоил Сейчас Подешевле Наверное Ладно Можно сразу Подниматься На самый верх 328 Вот он Можно еще Слева От подсобки Ключ Если есть Через него Зайти И вот Через балкон Внедриться Вот и Хард Только Что-то Он за Ком Схватился Все Забираем Жесткий Диск Под задачу Выполнено Мы проделаем Часть Пятая И все Теперь Чтобы закрыть Этот квест Ох ты Глушитель Хороший Хороший Для меня Хороший Глушитель Это тот Который Стоит Немного Плохих Денег Это все Мои Знания Скудные О глушителях Так Ну чего Чего Я не буду Тогда До этого Провоцировать И испытывать Судьбу Пойду В сторону Выхода Если я Ищу И пятую Часть Мокрого Дела Выполню То это Очень Даже Хорошо Будет Каковы Шансы У Соло Игрока Причем Не у Самого Сильного Три Раза Сходить В Лазурку И ни разу Не подохнут Подряд Причем Я думаю Минимальные Так что Чего нам Надо было Мы Пошли Забрать Жесткий Диск Мы забрали Жесткий Диск Надо Теперь Его Просто Вынести И все Блин Прикольное Помещение Я тут Ого КПП Правда Сейчас уже Стоит Не ого 306 Мне нравится В санатории В курках То что происходит О О Движение Пошло Ну давайте Развлекайтесь А я пойду Пожалуй В сторону Выхода И попутно Пощупаю Тайники Или на Чупа-чуп Зайду Или и то И другое Другое Мне больше нравится Вот так вот Сделаем Зарядим СП Пятые А то Я сейчас На ботов Все хорошие Патроны Потрачу И сейчас Хоп Компания Такая Не из ботов Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Сумка открыта тут все проверили уже пацанчики на картотеке все открыто сейф открыт ли печально я думал сейчас в сейфе сейчас чуть как найду найду по тайникам только осталось пришвырнуться здесь их куча целая здесь я их все конечно уже показывал эти тайники не знаю наверное часть можно будет вырезать видоса беготни у поваленной хаты один возле креста 2 3 тут в общем 4 5 возле базовой станции вышки этой телефоны 6 7 8 вдоль речки по краю карты перед смертью горит не надышишься до мне перед тем как я начну делать жопные пвпшные эти квесты особенно с тихим калибром на тихий калибр еще куда не шло там будет еще один квест от как его фамилия от лыжника где нужно будет 15 чвк убить шапки ушанки сморки 15 чвк ух там диза по пляжу там я точно сгорю я на основе этот квест делал не знаю наверное неделю я 35 точно там уже наверно смысл выпуска будет не в том чтобы побегать показать что посмотреть а там смысл выпуска будет хотя бы нарезку сделать из-за того что там получится или не получится чуть сколько этих ух даже не знаю даже ну ничего все приходит с опытом я если честно вообще первый раз в жизни такие такими вещами занимаюсь как летсплей по таркову другими играми конечно же вот там сюжет какой-то диалоги мысли тут только смерть любом вообще я на пути со дна очень много опыта получил прям колоссального опыта съемки в монтаже взаимодействия вижу вижу за дерево ушел вот когда есть возможность спокойно присесть прицелиться руки не трясутся руки с полной выносливостью тогда можно рассчитывать на хороший точный выстрел а когда все это в попыхах делается я не понимаю как ребят так убивают вообще раз у меня там тело лежит а тайники по правую сторону я просто подумал если здесь не будет диких то можно было бы на 11 кпп но потом вспомнил что там он может и не работать вовсе так что до края карта между вагонов там будет еще тут я пробежал мимо да уже между вагонов в корягах пару тайников и на обратном пути все а вот спустился с мужики собирают худрый какой тормози тормози куб видишь меня чинишь за деревом о-хо-хо вот это ты конечно да это я еще и в голову ему попал до грани фантастики топор точно в голову попался нифига какой вкусный топор за полтинник шрауда маска бронеразгрузка за полтинник да пацанчик 100000 даже больше если учитывать что у него мурка еще до пацанчик 150 тысяч шлем у меня застрахован я могу хотя и вот сюда можно спрятать но будем учитывать что мы можем освободить в случае чего еще четыре ячейки у меня еще три целых тайника тело дикого винторез приятная пушка конечно специфичная довольно такая у него учитывать его особенности небольшие необходимо сборка довольно простая только что магазины дорогие пока не открылся у тебя звезда звезда по моему стоит денег пока у тебя магазин этот как его прапорщик не открылся прапор же по моему да продает магазина на 30 подсадку на этот на винторе снова ну плюс хороший патрон стоит неплохо так рублики заберем вот тебе и тайник в одном тайнике пути целая добра ну чё твой путь завершается остался остался еще один тайник дикий и домой 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 Прощай, казарма, добр, родной Домой, домой, домой Пускай отслужит молодой С наступающим! Седьмым мая казахстанцев Кто с Казахстана, ребята, смотри Саламчик А, вот у меня сачка, куча целая Нормально, нормально И правда, я, кстати, был прав насчет того, что сок Может из-за того, что он просрочен Я не знаю Но сок, на самом деле, у него 40 единиц показывает Но гидрацию он дает всего 25 Ошибка это или нет? Я думаю, что нет Что рассказывал-то? А, с этим Седьмого мая, день вооруженных сил В республике Казахстан Это у нас Казахстанский 23 февраля Примерно Я служил уже не в Красной армии А в Республиканской Поэтому Это мой праздник Все, полные карманы Всякого хлама у нас собирал Сейчас свою лавку торговую открою Хоть и с карателем не получилось Но зато с мокрым делом вышло на славу Теперь останется все это добро продать И скоро, совсем скоро Апгрейд Будем делать очередной убежище Мокрое дело, часть пятая Передаем Жесткий диск Не, нифига Оказывается, есть еще шестая часть Вот Вот он квест, про который я говорил Довести уровень владения снайперской винтовкой До седьмого У меня сейчас четвертый Плюс три Можно выкупиться и закрыть этот квест А насчет найти спрятанный ценный груз Это какой-то баг произошел Здесь такой цели точно нет Тем более уже выполнено Я только что принял Перезайду в игру И нормально все будет Готов поспорить Если будете все-таки покупать За 50 тысяч евро Три уровня То учитывайте, что Желательно это делать В момент, когда вы Вот-вот только апнули Очередной уровень Так как там дается Не количество очков А конкретно уровни То есть у вас может быть Сейчас четвертый уровень И 95% Выполнено уже до пятого Он возьмет просто 5% Там докинет И скажет Вот уровень новый Поэтому лучше докачать Тот уровень, который у вас есть До следующего И потом покупать уже за 50 тысяч евро Еще три новых уровня Но зато у вас бесценный опыт Имеется Если идти за карателем Или какими-то пвп квестами То это очевидно Нужно идти не просто На какой-то сервер А конкретно В определенное время Библиотека Я же память-то Вкачал 400 тысяч Есть конь Цепочки Все у меня уже готово 38 часов требуется И будет у меня Опыт дополнительный Плюс практических умений Ускорения Прокачкин 30% А это не больше Не меньше Работа с магазинами Скрытное передвижение Хирургия И поиск Кстати Это Хо Хорошо А так на сегодня У меня все Спасибо огромное За просмотр Надеюсь выпуск Может быть кому-то Окажется полезным Ну как минимум Интересным Всем удачи В следующем выпуске Скорее всего Уже будет почитать Че у меня здесь В убежище Залетайте в гости Все Всем до связи Хорошего настроения Еще раз С праздниками всех Всем всех благ До следующего выпуска До свидания Мы парашу Не рубали Мы не ели Пироги На-на-на На-на-на-на На-на Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok